Многодетная мать Елена Архипкина одна воспитывает четверых детей. Личные подсобные хозяйства – единственный заработок. Новость о том, что она должна перерезать всех свиней, и до снятия запрета не может их заводить снова, стала настоящим ударом. Мы сейчас убьем свиней. На эти деньги мы не сможем купить какую-то другую скотину. Это надо будет переоборудовать в сарае. Нужно время, на это нужно деньги. Просили собрать совещание, на котором бы нам объяснили всю ситуацию. Нас отфутболили. Частные подворья проверяют ветеринары. Беркуют свиней, подлежащих ликвидации. Но владельцы подсобных хозяйств считают подобные рейды малоэффективными. Всех хрюшек в городе не перережут. Есть многие места, где даже не знают, что люди держат поросенка просто для себя. Ветинспекторы возражают. По действующему закону, убой животных в частных подворьях даже для личных нужд категорически запрещен. Люди намеренно скрывают, что держат свиней. Практика мировая показала, пока в личных подсобных хозяйствах у нас содержатся свиньи, с африканской чумой свиней полностью победить мы ее не сможем. Но граждане наши, несознательно некоторые попадаются. Указ губернатора о переходе на альтернативное животноводство не коснулся единственного в округе свинокомплекса. Его владельца, агрофирма «Металлург», о мерах по недопущению чуму свиней предупредили еще в 2012 году. На нашу компанию не распространяется данное постановление, потому что мы имеем третий класс биозащиты, то есть третий компартмент. Владельцы подсобных хозяйств тоже готовы организовать на своих подворьях необходимый класс защиты. Они просят не губить дело, которое их кормит, и отменить решение об убое. Те же меры могли принять и мы. Ни с ветеринарных служб ниоткуда не было такого предупреждения о том, что будут вводиться какие-либо вообще ограничения в связи с АЧС. Поэтому мы считаем, что это сделано намеренно именно для уничтожения частного подворья. Надежда сохранить подворье появилась для владельцев свиноматок. Чиновники обещают разрешить и дальше разводить свиней, если частники обеспечат требуемые санитарные условия. К гражданам нужно обратиться в ветеринарные службы и пройти эту всю процедуру. Если люди действительно всю жизнь занимались этим направлением, то я уверена, что они готовы выполнить этот комплекс мероприятий. Срок до октября дан частникам, чтобы они подготовили свиней к реализации. Но владельцы не отступают. Они просят помочь обеспечить хозяйство необходимой защитой и выдать дезинфицирующие средства. Зачем нужно вырезать все поголовье, когда фактически чумы в округе ВЫКСа нет? Мы же не знаем, придет этот чума к нам или не придет. Мы хотим есть настоящую еду, экологически чистую, а не стероидное мясо. Это можно назвать охота на людей, на простых людей. Андрей Горелов, Елена Симашова. Для настоящего времени.